МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Был разработан документ по стоимости проживания, по обслуживанию жилья. С 1 июля повышаются тарифы на коммунальные услуги. В Азове прошел совет директоров. Написали заявление спилить вот там жирдел, вон пенек остался. Жирдел. И все. Насчет этих орехов не было никакого разговора, ничего. Деревья раздора. Конфликт между соседями. С 1 июля во всех регионах России вводятся новые тарифы на коммунальные услуги. Повышение цен неизбежно и является традиционным. Главная причина ежегодного роста стоимости – всеобщая изношенность всех субъектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. В правительстве утверждают, что нынешнее увеличение тарифов станет одним из самых низких за последние 2-3 года и рассчитывается отдельно для каждого субъекта. Ситуацию прокомментировал начальник управления ЖКХ Анатолий Рябаконь. Повышение тарифов с 1 июля проводится индивидуально для каждого региона России. Между минимальными и максимальными показателями существует весомая разница. Чем менее развит в экономическом отношении тот или иной субъект, тем меньше увеличение платы за коммунальные услуги ожидает его население. Ростовская область находится примерно в середине списка и для нее установлено предельно планка увеличения в 4%. Однако на данный момент остаются вопросы с установлением тарифов по обслуживанию жилья для отдельных домов. В любом случае, если будет повышение тарифов, это не более чем на 4%. Есть сложность одна, связанная с тем, что был разработан документ по стоимости проживания, по обслуживанию жилья в домах, не выбравших способ управления. Это о чем говорит, например, что есть дома, которые не могут выбрать способ управления, их в Азове такие есть дома, тогда для них должен быть проведен конкурс. Для этого должна быть стоимость конкурса, да, стоимость обслуживания одного квадратного метра. Разработали такие методические рекомендации. Ну а вы понимаете, что такое стоимость. У нас тогда никто не сможет выбрать жилье, потому что управляющие компании будут отказываться, пока до этой стоимости не будет соответствовать. Планомерное повышение тарифов связано с общей изношенностью инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Причем в наиболее плачевном состоянии находятся российские водоснабжающие сети. Эксперты посчитали, что для их полной замены по стране потребуется около 90 лет. Несмотря на это, Азовский водоканал не приблизится даже к верхней планке в 4%. А водоканалы и теплосети все в рамках того коэффициента не более. Причем там даже предельный нет по водоканалу. Не помню, я сейчас на память, но по водоканалу, по-моему, что-то 2% что-ли. Что-то такое там. Нет, даже не дошли ни до 4%. Хотя самый низкий тариф из всех городов Ростовской области это Азовский водоканал. И они попали в такую нехорошую ситуацию экономическую, потому что на протяжении многих месяцев Азовский район не платил в полном объеме за потребляемые ресурсы. А водоканал становился заложником ситуации и постепенно накапливал задолженность перед ТНС НР. Вот она сейчас, на сегодняшний день, задолженность перед ДНР и ТНС составляет 3-4 миллиона. При том, что только Кулешовское и Сельское поселение должно 30. А общая дебиторка больше 100 миллионов у водоканала. То есть ему должно 100 миллионов, он должен 34. Но развиваться не может, потому что реальных денег нет. Иногда, получая очередную квитанцию, люди не понимают, откуда берутся такие суммы. Однако в каждой квитанции есть несколько графов, по которым происходит оплата. И повышение тарифов рассчитывается везде по-разному. Условно все услуги делятся на две категории – жилищные и коммунальные. Поэтому необходимо внимательно изучать каждый пункт. По закону отдельные строки квитанции, отдельные платежки будут выставляться только с 1 января следующего года. А с 1 июля мы получим с вами, в августе получим квитанцию, где, не разбирая, если по строчкам, мы видим, что у нас внезапно стоимость обслуживания нашего жилья увеличилась на сколько-то процентов. Если там внутрь заглянем, потом увидим, что там оказывается мусор подорожал. Ну, а людей пожилых и просто не очень интересующихся будут смотреть, что там будет. Чтобы не допустить необоснованного повышения цен, рост коммунальных тарифов не должен превысить индекс инфляции в каждом конкретном регионе страны. Предполагается, что полученные средства будут направлены на поэтапную модернизацию всех технических систем. Точные изменения в коммунальных платежах станут известны в ближайшее время. Никита Зинченко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Полигон твердых бытовых отходов, куда свозят мусор из Азова, Батайска и всего района, временно перестал принимать транспорт на разгрузку. Связано это с очередным возгоранием, произошедшим в ночь с понедельника на вторник. Еще сегодня свалка продолжала дымиться. Несмотря на то, что полигон территориально относится к Азовскому району, городские власти пытаются повлиять на ситуацию, так как срывается график вывоза мусора, а в такую жару это может стать серьезной проблемой. Грозит ли Азову коммунальный коллапс, нам сообщил начальник управления ЖКХ Анатолий Рябаконь. Произошло задымление, полигон, вы знаете, расположен в Азовском районе, в районе Кагальника. Соответственно, они пытаются его потушить, практически не вчера его потушили, но ночью там еще один очаг загорания появился. Они занимаются тем, что занимаются, тушат пожар. В связи с этим они со вчерашнего дня, примерно с трех часов дня, прекратили прием мусора со всех муниципалитетов, которые туда возили. Это, я имею в виду, город Азов, Азовский район и Батайск. И первоначальная дата была возобновления работ в 12 часов дня сегодняшнего, но вот пока что прием мусора не возобновился, поэтому вся наша техника, которая, соответственно, собрала мусор еще вчера вечером, она сейчас вся стоит возле полигона, ждет возможности разгрузиться с тем, чтобы продолжить вывоз. Ну, мы сейчас на постоянном, как бы, контакте находимся. Вот при вас я пытался дозвониться, уже созвониваюсь с заместителями главы Азовского района, чтобы ситуацию как-то ускорить, получить последнюю информацию. Надеемся, что сегодня возобновится вывоз мусора, потому что вчера, в ходе совещания, которое проводилось нами совместно в Азовском районе, мы договорились о том, что сегодня будет увеличено время работы полигона, они обычно работают до 6 часов, будет увеличено время работы полигона до вечера с тем, чтобы мы могли максимальный объем мусора вывезти сегодня и, соответственно, начать восстанавливать вот те все графики, которые у нас сорвались по вчерашнему дню вечером и по сегодняшнему дню фактически вот уже до обеда. Чем грозит для города, если вдруг сегодня не возобновит работу полигон? Ну, чем грозит для города? Вы сами прекрасно понимаете, что количество мусора возрастает, мы стараемся вывозить в первую очередь там, где могут быть какие-то такие очень уж большие навалы, тем не менее некоторые улицы не успеваем просто подхватить и все. В случае, если уж дальше такая ситуация будет развиваться, хотя, конечно, мало в это верится, я думаю, что возобновится, будем нанимать дополнительную технику, чтобы вывозить больше техники, чтобы было. Мы так делали, когда у них сбой был весной, одно время, если вы помните, тоже был сбой весной, когда много мусора находилось по несколько дней там на площадках, по три дня было. Соответственно, что мы делали? Мы нанимали дополнительную технику, загружали ее, ну и, соответственно, тоже она ждала своей очереди. То есть такой вариант уже был. Тогда он был с перебоями на протяжении недели, но мы вышли с той ситуации, постепенно график наладились, в июне, в принципе, сбоев не было, но вот сейчас второй день сбой по капель пошел. По заявлению руководства полигона, на данный момент возгорание ликвидировано и завтра объект начнет работу в штатном режиме. Сегодня в Азовском технологическом институте филиале Донского государственного технического университета состоялось заседание Совета директоров предприятий и учреждений города, на котором о проделанной работе отчитался председатель этой организации Николай Сага. Подробности в сюжете Татьяны Ивашенко. Первый вопрос повестки дня Городского совета директоров. Информация о взаимодействии предприятий Азова с филиалом ДГТУ в решении своих технических, экономических проблем, а также в подготовке кадров для промышленного сектора города. По словам директора технологического института Дмитрия Кривошеева, перспективы в этом направлении определяют следующие позиции. Это активное расширение взаимодействия вузов с предприятиями по обучению специалистов на основе целевой подготовки по организации стажировок и практики студентов в организациях. В процессе прохождения производственной практики студенты знакомятся с реальным производством, с культурой труда, с технологическими процессами, экономической деятельностью и документацией предприятий. Руководитель предприятия и практикант присматриваются друг к другу и в дальнейшем их сотрудничество часто продолжается. Также большое значение имеет работа вуза в выявлении новых потребностей промышленных предприятий и создании соответствующих краткосрочных программ для обучения. К сведению, в настоящее время в нашем институте реализуется несколько видов дополнительных профессиональных образовательных программ. Это и направления экономика, такие как 1С анализ финансового состояния предприятия, 1С бухгалтерия, 1С зарплата управления персоналом, основы товароведения, кадровый менеджмент, так и технические направления. Это современные технологии и тенденции развития в производстве изделий машиностроения, это независимая техническая экспертиза транспортных средств. Кроме этого, в ходе заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией города Азова и технологическим институтом. И вот такой вот, наверное, характер сегодняшней политики, которая существует в городе, в том числе по подготовке профессиональных кадров для наших предприятий, конечно, задает определенный такой позитивный тон. И мы считаем, что, собственно, такая практика является очень положительной не только для администрации, не только для ВУЗа, но и, конечно, для наших предприятий, где потом выпускники ДГТУ будут осуществлять свою профессиональную деятельность. Поэтому я думаю, что у нас хорошие перспективы, безусловно, Дмитрий Николаевич. Ну и вот в рамках совета я тоже всех хочу поблагодарить за то взаимодействие, которое сегодня у нас существует. Спасибо, уважаемые коллеги. О работе совета директоров в 2016-2017 годах и об основных направлениях деятельности на 2018-2020 годы присутствующих проинформировал председатель Николай Сага. Прошедший отчетный период пришелся на сложный период, когда экономика страны испытывала большое социальное давление Запада. Этот период совпал также с выборами депутатов Государственной Думы и президента Российской Федерации. Несмотря на эти сложности, он стал и периодом дальнейшего развития конструктивного взаимодействия между его участниками, органами государственной власти Ростовской области и местного самоуправления города Азова, союзом работодателей Ростовской области. По словам Николая Саги, одна из ключевых задач совета директоров – работа в направлении повышения уровня заработной платы на предприятиях. Мы приняли рекомендации областного и городского соглашения о том, что работодатели города будут способствовать доведению минимального размера оплаты труда работников до величины не ниже 1,2 прожиточного минимума, установленного правительством Ростовской области для трудоспособного населения. Постановление правительства Ростовской области от 8 февраля 2018 года, номер 51, величина прожиточного минимума за 4 квартал 2017 года утверждена в размере 9 857 рублей. По итогам работы за 2017 год, средняя зарплата на крупных и средних предприятиях в Азове по сравнению с предыдущим годом выросла на 8,6% и составила более 27 тысяч рублей. Но данная сумма ниже средней по Ростовской области, поэтому одним из приоритетных направлений деятельности совета в ближайшее время будет работа по доведению средней зарплаты в Азове до областного показателя. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Не переключайтесь. Счастливые дни в Туцци. Внимание! Мы переехали! Ждем вас по адресу переулок Социалистический, 53. Все лучшее детям. Все лучшее в Туцци. Счастливые дни в Туцци. Продолжим выпуск. В течение всего периода проведения Чемпионата мира по футболу наш город на несколько дней становится местом притяжения для туристов из многих стран мира. Как принимает и что предлагает им Азов, сообщила начальник отдела туризма городской администрации Оксана Кочевная. Шла большая подготовка в течение полутора лет. Мы установили туристскую навигацию. Это самое первое необходимое было. Нужно было сделать. И открыть туристский информационный центр, в котором любой человек может получить информацию. Весь малый бизнес частный, он готовится к приему иностранцев, потому что действительно для Азова это мега событие. Музеи принимают организованные группы, которые привозят у нас турфирмы. Я знаю, что буквально позавчера 180 у нас человек были бразильцев. Завтра нам Таганрог привозит мексиканцев, тоже целый автобус. Но в целом наши предложения это культурно-познавательная программа, гастрономическая программа. В этом плане мы готовы. Но хочу заметить, что все же в Азов приезжают самостоятельные туристы, которые в основном бронируют проживание на букинге. И они пользуются как активные туристы. То есть вот они что видят, они туда и идут. Скажем, то, что им более интересно. В редакцию Пятого канала обратились азовчане с жалобой на незаконный спил деревьев в их дворе по адресу улица Ленина, 124. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Сегодня утром жильцы дома по улице Ленина, 124 были удивлены работой управляющей компании, которая без их согласия на дворовой территории производила спил здоровых веток ореха. Сегодня утром вышли и увидели, что у нас пилят деревья. Причем деревья зеленые, не сухие. Они создают большую крону нашим детям. Они здесь гуляют. И получается, что у нас будет, во-первых, вид некрасивый сверху. Там одни сплошные срубы. И у нас не будет тени во дворе. Разрешения на спил деревьев не было. Все вышли во двор и удивились тому, что спили во деревья. Потому что никого не спрашивали, не подписывали. Это решил один человек, который живет в нашем доме. Скажите, вы разговаривали с жильцом, который написал заявление на спил деревьев? Нет, не разговаривал, потому что я не знал. Они написали заявление спилить вот там жердел. Вон пенек остался. Жердел. И все. Насчет этих орехов не было никакого разговора, ничего. Сегодня утром иду с базара, уже все пилит, все работает. Почему у нас один человек, которого уже фактически крыша поехала, решает вопрос дома. А кто платить будет за это? Платить же мы будем. Он вам как-то объяснил, почему? Он просто кидается драться. И все. Он никому ничего не объясняет. Он считает, он всю жизнь тут считает, что он прав. Он насажал, он может их пилить, может уничтожать, может все, что хочет сделать. Это он сделал. Мы в свою очередь встретились с виновником негодования соседей и попытались выяснить, почему Павел Кобис решил за всех, что ореху необходимо сделать санитарную обработку. Я, слава богу, это не делал, а обратился в ЖПО. Сюда-туда водили, обещали. Я надал администрацию, официальное лицо. Он подписал заявление, срочно сделать. А это было в апреле. Заявление же в апреле было. А что же бы раньше? Это же уже не мое администрации. Транспорт, не знаю, что. Пусть они ответят. Они хотят, что? На них палку кинуть. Ну, кидайте. Я все законно сделаю. А скажите, пожалуйста, почему бы вы не посоветовались с жильцами? Что? Ну, то, что вы хотите написать заявление, чтобы сделать обрезку деревьев. Об этом давно знаю жильцы наши. А те, как контра. Вот это контра. Они, я садил это, да смеялись. Выросло, приходят уже отдыхать. Палец в палец не верят. Также Павел Михайлович сообщил, что по его заявлению приезжал ведущий инженер по охране окружающей среды отдела ЖКХ. И по результатам осмотра был составлен акт на проведение работ. В телефонном режиме нам удалось побеседовать с инженером-экологом Мариной Альфиренко, которая сообщила следующее. Я выехала по этому адресу, обследовала зеленые насаждения, обнаружила из них пять деревьев ореха в удовлетворительном состоянии, но очень загущенной кроной, где надо было сделать санитарную обрезку ветви. Иначе бы это угрожало жителям падением веток на автомашины, а также любая ветка могла упасть на детей, которые играют на этой территории. Вот те жители, которые присутствовали на территории, мы их опросили с управляющей компанией. И в конечном итоге было принято решение, что все-таки мы обрезаем эти ветки. Марина Константиновна подтвердила, что санитарная обработка была необходима, и на момент осмотра деревьев не все жители находились дома. Также ведущий инженер-эколог сообщила, что были и недовольные граждане, считающие, что спил веток не нужен. Но согласно существующим нормативным документам, подтвержденным санпином, ореху требовалась обрезка ветвей. Ивана Пажельцева, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Сегодня, 20 июня, выпускники азовских школ сдают последние экзамены ЕГЭ по физике и литературе. На следующей неделе будут известны результаты по предыдущим испытаниям и основным предметам, благодаря которым ученик должен получить аттестат. В случае, если не будет набрано необходимое количество баллов, в аттестате будет отказано. Подробности в сюжете Иваны Пажельцевой. Сегодня на базе общеобразовательной школы номер 13 состоялся завершающий этап сдачи ЕГЭ по физике и литературе. В этом году задействованы все аудитории для технологии печати КИМ в аудитории. Это впервые применяется в 100% аудитории. В прошлом году была апробация и тестовая печать. В этом году мы полностью все экзамены, все пункты печатаем и сканируем все работы в пункте. Это возлагает дополнительную ответственность на организаторов, конечно же, ну и делает ЕГЭ более прозрачным. 36 учеников заявили о желании сдавать литературу и 91 физику. Для выпускников было подготовлено 18 аудиторий, одна из которых была предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья. В таких городе заявлено двое, все они сдают физику. Для них оборудована аудитория с офлайн записью, нет онлайн трансляции. И время им может быть продлено на полтора часа написания экзамена. Для них созданы условия выхода для приема пищи, для посещения медкабинета и приема лекарств. То есть учитывая их возможности здоровья. В начале следующей недели будут известны результаты основных экзаменов. Это русский язык и математика, по которым необходимо набрать определенное количество баллов. Если ребенок набирает необходимое количество баллов по русскому и математике, он получает аттестат. Если он не набирает по одному предмету, а по второму набирает, то он пересдает в резервный срок. Имеет такую возможность. Это в июле и второй этап в сентябре. Если ребенок не набирает нужных баллов по математике и русскому, то он в данном учебном году аттестат не получает. Но у него будет возможность далее также получить аттестат. Как это будет происходить? А в следующем году он пишет заявление и еще раз сдает экзамен. По русскому языку требуется получить не менее 36 баллов. По математике базовые знания оцениваются не ниже оценки 3. И для профильной математики, которая необходима для поступления в ВУЗ, нужно набрать 27 баллов. Подошел к концу завершающий экзаменационный этап в жизни выпускников. Желаем им удачи и правильного выбора в будущей профессии. Ивана Пажельцева, Александр Истомин, Азов.Инфо. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – сеть магазинов «Дешевая аптека». Мы заботимся о вашем здоровье. А также веревочный парк «Тарзанка». Отдых для детей и взрослых «Тарзанка». Встречаем лето весело. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Главный принцип дешевой аптеки – продадим всегда дешевле, если назовете цену конкурента. Если вы все же найдете место, где нужный вам препарат стоит дешевле, вам сделают скидку. У нас вы получите минимальную цену в городе. Дешевая аптека – это всегда большой выбор препаратов по низким ценам. Ведь ваше здоровье – наша забота. Мы работаем с 7 утра до 9 вечера. По адресам город Азов, улица Привокзальная 23 и Московская 76. Откройте лето с веревочным парком «Тарзанка». Это маршруты разной сложности, надежная система страховки, опытные инструкторы, дни рождения, выпускные, детские праздники, незабываемые приключения для детей и взрослых. Ждем вас ежедневно с 10 до 20 часов в Азовском городском парке. Порадуй себя, посети «Тарзанку». 21 июня в четверг ясно. Температура днем плюс 31-32, ночью плюс 19-22. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха 35%. Уровень воды в реке Донна 37 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 28 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова